Друзья, всем большой привет! Я сегодня приехала на Никольское кладбище. Это мое самое любимое кладбище в черте Санкт-Петербурга. Я сюда приезжаю стабильно 1-2 раза в год, чтобы сделать фотографии в самое разное время года. Сегодня я приехала делать только фото, но подумала, почему бы мне заснять такую легкую прогулку, не взять вас с собой, потому что я уже снимала видео отсюда и про скрепы, и про памятники. Меня интересует сегодня только скрепа, только семейная усыпальница, поэтому сегодня только так. Я думаю, мы начнем именно с этого скрепа. Это мой самый любимый скреп, самая любимая усыпальница, но, к сожалению, как и любая другая усыпальница отсюда, в принципе, она безымянна. Я пыталась найти какие-то архивные источники, но мне не удалось найти, узнать, кому это место принадлежало, но это придает некоторую таинственность место. Я хочу сказать большое спасибо, пламенный привет передать Нине Александровне, Елене Андреевне и Дмитрию Валерьевичу за денежное спасибо, скажем так, за мое творчество. Достаточно широкая, просторная входная группа, ступеньки, точнее то, что от них осталось. Смотрите, дикий виноград потихоньку пробуждается. Дикий девичий виноград. Здесь плитка бело-голубая и на стенах можно заметить какие-то остатки былой роскоши, былой росписи. Посмотрите, как красиво солнце играет бликами на стенах. Здесь наверняка тоже были решетки или, возможно, даже какие-то витражные окна, красивые цветные стекла. Мы углубимся немного внутрь, увидим, что здесь заделано все цементом, но уже разрушения некоторые имеются. Вот тоже часть сверху декоративная и вид из окна. Также можно увидеть, что здесь вот такой вот инструмент хранится. Впрочем, ничего удивительного. Я пыталась различными способами искать, кому принадлежала эта семейная усыпальница, но все мои поиски оказались тщетны. Этот скреп, который более всего привлекает меня, к которому я периодически возвращаюсь, чтобы здесь побыть, делать фотографии в разные времена года, для меня остается неизвестным, кому он принадлежал. Я искала архивные фотографии, но хотела только уже в более разрушенном состоянии, чем он был первоначально. Вот, вверху был купол. Ну, это естественно, как здесь все разрушается. Очень-очень жалко. Находится этот скреп в самом отдалении. Его, особенно осенью, найти очень легко. Весь обвитый, сочными, красивыми лозами дикого девичьего винограда. Он играет красками на солнце. А вот здесь мы видим часовню блаженного Матвея Татамира. На самом деле я бы хотела там пофотографировать, поснимать, но я не хочу нарушать такие интимные моменты, потому что место очень почитается. Там очень много тех, кто приходит помолиться, оставит какие-то записки, личные просьбы. Я сейчас мимо проходила просто, и там даже люди на скамейках сидят, и внутри сидят, поэтому я не буду нарушать такой интимный момент. Матвей Татамир, он был ревнителем Троицы, был затворником, был верующим, и после своей смерти был упокоен здесь. Через какое-то время в Никольскую церковь его останки перенесли, но верующие до сих пор сюда приходят. Такое паломничество даже сюда совершается. Есть также очень интересная история. 27 февраля прошлого года смотритель этого кладбища, Клауд Ромель, ему на тот момент было 27 лет, он обходил территорию и заметил некоторое свечение у часовни Матвея Татамира. Подумал, что это какие-то вандалы балуются, взял резиновую дубинку и пошел разузнать, что происходит. Но тут он увидел светящуюся фигуру монаха с Евангелем в руках и узнал в нем почему-то Иоанна Кронштадтского. Смотритель сразу достал телефон, чтобы заснять все действия. Но, конечно, сразу он услышал какой-то хлопок, увидел пар, исчезла вот эта фигура, и в воду упало изображение, которое было черно-белым, и на нем было изображено 12 человек. Была какая-то еще старославянская надпись. Как только он взял в руки это изображение, оно исчезло. Вот, и потом он схематично зарисовал все то, что было изображено на нем. Я, конечно, могу позавидовать памяти его, потому что я бы точно ничего не запомнила. И там, где нашел он изображение, сейчас вот обведено кругом. На самом деле не все верующие посчитали, что это чудо. Кто-то приходит и молится на это место, даже запрещают становиться на него. Но не все монахи, не все верующие считают, что все, что ты видишь, это есть чудо. Я с этим, кстати, очень согласна. Это может быть и от Лукауа, который принял облик. Перед нами семейное место фамилии Николенко. Такой портал с двумя колоннами. Наверху крест, и вот я не могу точно сказать, какая это ветвь. Я могу предположить, что это ивовая ветвь. Ива обычно символизирует такую серьезную глубокую скорбь о покойном. Но кто-то может, наверное, предположить, что это ветвь Лавра. Но обычно Лавром украшают памятники героев или тех, кто героически погиб или погиб при сражении. Я тут заметила интересный орнамент из мха. Так много звуковых спецэффектов, извиняюсь, конечно. Накрыта входная группа, входная часть. Внутри пустота. Я вижу только землю и отделанную кирпичом стены. Фамильная усыпальница с такой куполообразной крышей, которая взята в плен мелким кустарником уже. Сейчас попробуем заглянуть туда. Конечно, мало что осталось от былой красоты, но мы попробуем найти хоть какие-то небольшие элементы, на которые можно будет заострить наше внимание. Вот видим, тут воду хранят. Вот такая приятная полутень, приятная прохлада. Посмотрите, наверх многое уже разрушено здесь. Но я хочу показать вам именно наверху остатки мозаики. Золотисто-зелёный, даже вот есть элементы красный и синий. И здесь часть памятника. Внутри есть такое отверстие, там стоял крест. И тоже виды, конечно, из этих всех склепов. Но другие склепы очень завораживают. Выкрашенная в кирпичный усыпальница семейная. Вот вверху читается «Помине Господи». Здесь есть надпись «Охраняется», но кем и от кого, судя по внешнему виду, охрана не совсем справляется со своими функциями. Здесь есть надпись «Вдова генерал-майора Мария Васильевна Афросимова». Афросимова скончалась 11 марта 1908 года. И здесь есть и её муж. Полковник Александр Никандрович Афросимов. 4 ноября 1907 год. Раньше не всегда писали. Внутри ворох сухих листьев, которые упали с крыши с отсутствующей. Стены уже такой паутиной трещины покрылись. Здесь есть элементы надгробий, но я сразу хочу сказать, что сомневаюсь, что это надгробий Афросимов, потому что вот такая часть раковины – это тип памятника, который более к нашему времени приближён. Скорее всего, просто как мусор, можно сказать, был утилизирован и принесён сюда. Очень хочу вам рассказать о склепе, которого сейчас нет. И на месте неё поставлена вот такая колонна. Под этой колонной погибший в русско-японскую войну в 1904 году лейтенант, русский генерал Кондратенко Роман Исидорович. В 1907 году над его могилой была сооружена такая очень красивая мемориальная часовня. И внутри был огромный мраморный киот с иконами и множеством серебряных венков. Но, конечно, до наших дней это всё не дожило. И в 1951 году могилу восстановили и увенчали колонны с георгиевской лентой. Рядом с этой колонной находится интересный объект, который успел обрасти самыми разными легендами на самом деле. Потому что никто не знает, кому принадлежала эта часовня и вообще, как сфункционировал этот объект. Но я лично могла от себя предположить, что, скорее всего, это первоначально была как такая чья-то семейная фамильная усыпальница, часовняя усыпальница, которая также могла функционировать как кладбищенская церковь для отпевания. Потому что я нашла фотографию 1905 года. Как раз-таки, по-моему, похороны освещались Кондратенко Романа Исидоровича. И там есть такая приписка очень интересная. Вынос гроба с прахом Романа Кондратенко. То есть вынос из церкви. Конечно, в эту церковь, в эту усыпальницу зайти никак нельзя, как мы видим. Ни с одной стороны даже нельзя проникнуть, чтобы посмотреть, что находится внутри. Но несколько лет назад, на самом деле, я смотрела в окна этого помещения. И там просто хранится инвентарь и какие-то строительные материалы, в принципе, по классике, можно сказать. Вон там виднеется просвет в окошке. Если посмотреть на это здание с другой стороны, то можно увидеть, что здесь такие ветви дикого девичьего винограда. Он не съедобный, такой декоративный, но по осени такие сочные, вкусные, яркие краски придает этому зданию. Наверху уже обосновались деревья и даже вот цветы желтые виднеются. И наверху такой треугольник. Чаще всего там вот какой-то образ должен быть. Какие легенды с этим местом связаны? Ну, как обычно, что здесь проводились какие-то сектантские, в том числе сатанинские обряды. Не знаю, насколько это является достоверной информацией. Но на самом деле Никольская кладбища славилась в одно время. Такой популярной локацией для всех любителей черных, темных дел, всякого разного качества. Я думаю, внутри остались какие-то обломки, осколки, в самом спуске, я имею в виду, в склепе, каких-то фрагментов надгробных памятников. Но, скорее всего, просто там поставлена какая-то плита и всякое невозможно было бы посмотреть. Все там завалено уже. Видите, даже кирпичами закрыли, чтобы даже посмотреть нельзя было. Заглянуть. В 1994 году, если я не ошибаюсь, даже вот новость такая была, хотя источник неподтвержденный. Я лишь в двух статьях такую информацию находила, что на кладбище была убита женщина, ей отсекли руки. И эти руки были принесены к Никольской церкви. Видите, какие красивые незабудки. И тогда все люди думали, что это все-таки проделки сатанинских. Сатанинских обрядов, но полиция сказала, что это все-таки была бытовая ссора. Но мы не знаем, как было на самом деле. Но мы можем узнать, что у нас тут внутри вот этой семейной усыпальницы. Действительный статский советник, доктор медицины и потомственный дворянин Александр Николаевич Оппенгейм. Здесь похоронен. Я хочу сначала, конечно, на детали склепа вам внимание обратить. Вот такая орнаментация цветочная и различные узоры. На самом деле на этом кладбище есть еще один похожий склеп. Мы его тоже обязательно посмотрим. И мы можем заметить, посмотрите, плитка. Эта плитка идентична плитке из той безымянной часовни-усыпальницы, с которой мы все-таки начали наш путь. Здесь искусственные цветы. И плюс вот уже высохшие букеты. Здесь, возможно, была икона. Сзади ничего нет. Возможно, выцветшая икона. Посмотрите, какой вид открывается. Из этой семейной усыпальницы. Буйство зелени, буйство красок. Кстати, с Никольским кладбищем связана одна легенда. Конечно, детали варьируются. Где-то говорилось, что был монах Прокопий, который вот здесь служил. А где-то, что был знахарь, чернокнижник Прокопий, который жил в относительной близости от кладбища. Так вот, однажды ночью к этому Прокопию пришел дьявол и хотел заключить с ним сделку. О вечной жизни Прокопий искусился. И провел на этом кладбище ритуал. Этот ритуал он провел с помощью, с использованием, скажем так, грешницы, девушки. Он привязал ее к кресту, наносил ей раны и даже выколол глаза. Кое-где так пишется. Посмотрите, какая красота. Немного отвлекает этот внешний вид прекрасный. И получается, что он пил кровь из церковной чаши, но не успел 666 раз произнести нужное слово. Поэтому церковный звон колокольный. Не успел произнести до рассвета нужное количество раз, какое-то заклятие. И он превратился в черного кота с седой бородой. Поэтому, если кто-то увидел бы на кладбище черного кота с седой бородой, то это был бы тот самый Прокопий. На кладбище котов достаточно всегда. Тут не так давно пробегал седенький кот. Думаю, это все-таки был не Прокопий, а какой-нибудь Барсик. Не менее ценный экземпляр. Вот, заглянем в очередную усыпальницу. Посмотрите, от стены отвалилась часть. Внизу ворох листьев и травы сухой. И пустые окна-глазницы. Конечно, одно наслаждение сегодня прогуляться по такому красивому некрополю. Птицы просто заливаются разными голосами. А я хочу заглянуть и показать вам убранство этой безымянной семейной усыпальницы. Было вербное воскресенье. Наверное, после него остался вот такой букетик. Также вот видна банка, которая использовалась как подсвечник. Виднеется крест, но я могу предположить, что, скорее всего, он занесенный сюда-то откуда, потому что выглядит он как более современный, советского характера. И там вот, вы видите, такой металлический пруд. Я не знаю, как назвать, но то есть он откуда-то был снят. Ну, посмотрите на стены. Какие-то намеки только остались от прежних изображений. Но, на мой взгляд, выглядят они несколько более современно. Могу, конечно, ошибаться. На фоне активно косят траву, но каждый выполняет свою работу. В общем, склеп Маковского, инженера-технолога, который почил в 1913 году. Сейчас чуть-чуть поближе подойдем. Поднимемся на ступеньки. Здесь есть табличка, которая, к счастью, может нам подсказать, кто здесь был похоронен. На 1946 году от рождения. И вот здесь какой-то был интересный, судя по всему, барельеф. Ну, и окошки, конечно. Вот мы здесь видим только оставшиеся петли в стене. Остатки плитки, опять-таки, обратите внимание. Стандартные, возможно, здесь была какая-то мастерская. И такая типичная для того времени плитка была. Как всегда, крапива. Крапива очень любит азотистые почвы. И часто растет на кладбисях и на заброшенных участках, где были деревни, села. В общем, любая человеческая жизнедеятельность. А здесь у нас место Софии Викторовны Бурениной наверху. Вот такая красота. На самом деле, несколько лет назад здесь еще были двери. Конечно, уже без окон, но все равно. Такая простенькая плитка. Железная усыпальница. Кстати, кто смотрел мое видео про Лужское кладбище, это в Ленинградской области. Там на кладбище сразу несколько было таких усыпальниц интересных. Смотрите, тут сетка такая. Не буду наступать, чтобы не отправиться в гости. Здесь покоится Иосиф Георгиевич Коревов. 1829-1902. Но я думаю, он покоится здесь не один. Но каких-то дополнительных надписей я не вижу. Возможно, они где-то были здесь, а возможно, вот на верхней части ниши. Здесь я имею в виду, всяко отсутствуют дополнительные части. Смотрите, у нас тут ангелок обосновался. Уже тоже потрепанный жизнью, временем, людьми и погодными условиями. Элементы вот в этой части. Окошко лежат рядом. Крыша, конечно, прохудилась. И все осадки попадают всенепременно вовнутрь этой семейной обители. Тут, если заглянуть, тоже можно увидеть плитку, но она уже другая. Здесь других оттенков и других узоров плитка. Очень похожий по оформлению склеп в стиле модерн. Мы посмотрели такой в самом начале. Те же орнаментации. Я не знаю, были ли они родственниками. Наверху 1911 год. Здесь есть небольшое возвышение, такой приступочек. И памятник с фамилией Завьялов, но я не знаю, можно ли их относить к родственникам. Потому что выглядит это примерно вот как какая-то общая такая картина. Баранов, Невский проспект, 188. Наверное, какая-то вот монументальная мастерская. Чёрно-белая плитка, разбросанные подставки для свечей. И тронутые вандалами декоративные части. Алтарные. В смысле, там кирпич даже виднеется. Может, мне удастся чуть позже узнать, кому принадлежал клеймо этого кирпича. Также один из интереснейших склепов. Усыпальниц. Безымянный склеп, где вверху читается Да будет воля твоя. Есть такие элементы двери. Отсутствуют, конечно, и стёкла, и вторая часть решётки. Вот я даже не могу, прилагая силы, открыть пошире дверь. Окна здесь законсервированы. Вон там полочка виднеется. Для лампадок и для иконы. Крест. И вот сама часть, где должен был быть гроб с останками. Никольское кладбище для меня ещё особенно тем, что здесь есть пруд. Здесь иногда плавают уточки. Но нам интереснее посмотреть сейчас немного на другое, я думаю. Всё-таки посмотрите, какой вид интересный между колоннами. Здесь какие-то элементы. Остатки был и роскоши. Закрытый вход. Сам склеп. Здесь вот такие, значит, двери были перед самими колоннами. Наверняка тоже это было всё так красиво. Теперь посмотрим на второй склеп. Они прямо находятся рядом с водой. Не знаю, слышно ли, как поют птицы и утки там. Здесь мы видим птиц и виноградную лозу. Ну, виноградная лоза – это такой символ христианства, символ Христа. Узоры. Разбитое окно. И альфа и омега. То есть символ начала и конца. Вот птица, что она может значить, сказать не могу. Но если говорить про какие-то стандартные символы, то это символ духа. Но, возможно, это и элемент какого-то семейного герба. Мы не можем это всё отрицать, потому что сказать, кому принадлежит склеп, я не могу. И информации о нём никакой нет. Вот здесь маленькие колонны завитые. Внутри бардак. Крапива рвётся к жизни, рвётся к свету. И вот такая искусственная пальма. Но она здесь обитает достаточно давно. У пруда здесь относительно сильный ветер. Ещё машина ездит, так что меня, может быть, нехорошо слышно. Вот здесь хотела вам показать кирпич с клеймом Мартынов. Посмотрим внутрь. И здесь стандартная, конечно, ситуация хранения какого-то инвентаря. Вот тут, в данном случае, лестница в никуда. И такой горшок большой. Конечно, и много мусора нанесённого из искусственных цветов. Прямо у воды расположена усыпальница графа Александра Александровича Крейца. И здесь уже паук решил похозяйничать. Такая большая паутина. Вот, кто теперь здесь орудует. И по центру мы видим вот такое вот художество. Я думаю, вряд ли это идентичное изображение графа. Такая импровизация. Внутри часть решётки. К сожалению, не могу забраться. Тут отсутствуют ступеньки. Окрест вот с этой стороны. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok